Своевременность — это просинхрон с ритмом и с ритмом энергии. Да, это именно просинхронизацию. Здесь ритмом можно назвать как некую идеальную версию вашей судьбы, некое эталонное состояние, которое в максимальной проявленности вашей идеальной версии может сработать. Представьте, что вы на жизнь запланировали определённую судьбу, определённые события для излечения определённого ряда уроков. Вы начинаете их проходить. Но где-то в основе, в вашей же базе вариантов, как в некой картотеке, лежат разные версии идеальных событий, которые вы даже и не мыслили на эту жизнь пройти. Но в основе они уже заложены. Дальше, проходя и извлекая какие-то уроки с разной скоростью, с разной проявленностью, с разной глубиной, вы себя тем самым по каким-то показателям, как по некому графику, к какой-то системе эталонных состояний приближаете. Допустим, вы где-то поступили правильно, либо ещё кто-то сделали. И так где-то на максимуме и на пике к ближайшему эталону вы себя приближаете. Так вот, так же, как и эта, она к любому пункту может быть приближена. И приближаясь к определённой высокой частоте, высокоэталонному состоянию, вы себе новые жизненные сценарии таким же образом можете открыть. Там, где сценарии ещё не созданы, есть и такие варианты. Они молниеносно архитекторским составом прописываются, особенно касательно тех душ, которые сейчас в развитие входят. У них событийный ряд намного-много вариантен, поскольку те мерности, те системы, то, что в 3D-формате предполагались, они как собой некую цикличность формировали. Поэтому для архитекторского состава не представляло особой сложности тусовать местами людей, события, варианты. Это как некие карты в колоде перетусовать, либо шахматную доску встрясти. И когда вы просто встряхиваете, у вас фигурки все по разным местам происходят. Но это те же фигурки, это та же шахматная доска, и она ничем не отличалась. То, что сейчас с вами происходит, это как некий переход в разные мерности, когда ваша доска становится намного объёмнее, даже не просто каким-то кубом, а некой многомерной моделью, как неким двойным кубом, с разными сторонами, с разными углами и вероятностями. Поэтому и некоторые события, когда вы превозносите ожидания ваших хранителей и ваших систем, а также даже вашего аналогического звена, как некого высшего разума над вами, производится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!